Идея конкурса карикатур «Толерантность» пришла к нам в фонд «Сорос Казахстан» и ГИОТ-Институт в декабре прошлого года. Почему именно «Толерантность»? Во-первых, для фонда «Сорос Казахстан» это является основной ценностью. Наравне с уважением, с прозрачностью, нам очень важно поднимать диалог о том, насколько толерантно наше общество. Насколько толерантно наше общество, как люди понимают термин «толерантность», что они вкладывают в него. Очень сложно дать какой-то стандарт, какое-то очень емкое, конкретное описание толерантности. Толерантность очень сложно научить, это не то, что дают на мастер-классах или обсуждают на конференциях. Поэтому здесь было две сложности. С одной стороны, поднять вообще диалог о толерантности, тем более в молодежной среде, посмотреть, как они к этому относятся. И с другой стороны, взять инструмент, который наиболее бы, может быть, доходчиво доносил эту тематику. Поэтому родились карикатуры, доступные как профессиональным художникам, так и непрофессиональным художникам. Достаточно интересный распространенный жанр, немного юмора, немного сатиры, такой серьезной достаточно темы. Ну и, естественно, сама тема толерантности именно в молодежной среде для нас была попытка сделать срез, как молодые люди в разных регионах относятся к теме толерантности. Представлены взгляды очень разных ребят из разных регионов. Вы не найдете ни одну похожую практически работу. И ведь это очень много говорит в нашем обществе о том, что мы все понимаем толерантность по-разному. У нее есть какой-то высший смысл, цель и идея, чтобы быть терпимыми к этому миру. Но краски, оттенки, которые мы вкладываем в него, у нас очень разные. Поэтому я думаю, что диалог на тему толерантности в разных кругах, не только в молодежных, они должны подниматься. Не обязательно приходить к единой какой-то идее толерантности, что это должно быть так. Главное начать об этом говорить, чтобы мы находились в поиске, в развитии этой темы именно в нашем гражданском казахстанском обществе. Очень интересный проект называется «Аул Шахарадов». Они выезжают по отдаленным селам Казахстана и разговаривают с молодежью. Во-первых, они везут туда книги. Они везут туда книги Сакена Сикулина, Махжана Жубобаева. Они говорят об их работах, о работах Алла Шардинцева, вообще о казахской литературе. Они говорят о гражданском обществе, что такое дебаты. Гражданского самосознания, критического отношения, я имею в виду не негативного, вообще просто анализа, навыков анализа очень низкие. Это по сельским регионам. Когда мы проводим региональные мероприятия, мы видим очень большую разницу между вообще географически отдаленными местами. То есть ребята с юга ведут себя совершенно по-другому, чем ребята, например, с севера, с центральных городов Казахстана. У нас, мы с вами знаем, огромный разрыв между казахоязычной и русскоязычной молодежью. Между молодежью, которая в городах и которая в селах. Поэтому я говорю, что нужна работа, работа разными методами, на разном уровне развития с молодежью, именно в плане, наверное, критического мышления, неформального образования, навыков элементарного какого-то анализа и оценки действующих ситуаций, и рефлексии по поводу своего отношения, по поводу того, что сейчас происходит. Почему мне кажется, что это залог хорошего гражданского общества у нас в Казахстане? Потому что думающий человек – это плюс государству всегда. Это актив. Единственный актив, который есть у государства – это его население. И оно должно быть заинтересовано в том, чтобы его население было не просто образовано, не декларировало свои знания, а именно могло анализировать и посредством анализа приводить к какому-то результату, к какому-то развитию. Это могут делать только думающие, грамотные, образованные молодые люди. И это достигается не огромными проектами, даже, может быть, не всегда системой высшего, среднего, младшего образования. Это достигается путем возможностей, создания возможностей для этих молодых ребят, те, которые находятся на себе, элементарно дать им возможность выхода в интернет. Те, кто находятся в городе, дать им возможность грамотной самореализации инструментов и направлять их на пути этой самореализации, не бояться молодежи. Мы сегодня присутствуем на выставке абсолютно непрофессиональных ребят, которые просто рефлексируют на тему своего отношения к толерантности. У них была абсолютная свобода, мы не задавали ни тематики, ни цвета, ни ракурсы. И смотрите, какой яркий, интересный подход сегодня получился. Нельзя бояться самовыражаться молодежи, надо помогать ее обучать в этом процессе. Я делаю ставку Галлы, наверное, только на молодежь, но это мне близко. Но с обязательной оговоркой, что более старшие представители гражданского общества, конечно же, должны наставлять, должны делиться своим опытом, должны не бояться давать какую-то экспертизу, делиться своими навыками, знаниями с молодыми ребятами, выходить к молодежи. То есть, может быть, не относиться к ней так патерналистски, а действительно как-то немножко верить в нее и разговаривать с ней. Очень много таких инструментов у государства, работы через видеоролики, через видеоработы, через те же самые фотоконкурсы и так далее. То есть, наконец-то у нас государство потихоньку понимает, что с молодежью надо говорить на другом языке, надо говорить на их языке. Посмотрите, в конце концов, какой у нас сейчас бум в нашем казнете всевозможных аккаунтов от правительства. То есть, так или иначе, они становятся открыты, они выходят на диалог с молодежью. Это самое главное. Надо показать молодому человеку, что он интересен. Естественно, когда вы сверху будете спускать свои госпрограммы, непонятные даже вам иногда, то это мало к чему привезет. Как только вы начинаете говорить с молодежью на их языке, на языке новых медиа, на языке различных творческих инициатив, на языке, возможно, волонтерских акций и так далее, ваше отношение к ним будет меняться. Вы увидите, что они достаточно эффективны, они продуктивны. И это не просто группа студентов, которые требуют уменьшения проезда и так далее. Это адекватные люди, которые могут анализировать политику, которые могут выдавать прекрасные творческие вещи, заставляющие задумываться остальное население. Это ребята, которым могут писать замечательные исследования, на основе которых потом депутаты строят даже свои речи. То есть у нас был на самом деле пример. У нас сейчас есть целый блок отдельной инициативы, которая будет работать с будущими молодыми аналитиками в сфере публичной политики. Об этом очень интересно может рассказать Бота Избаева. Если говорить о самих дебатах, как инструменте гражданского общества, особенно привлекательного для молодых ребят, то, конечно, пока лучше, наверное, ничего не придумали. Единственное, отношение фонда Сурас-Казахстан, у него достаточно такое изменчивое, потому что на протяжении определенного времени получилось, что когда развивали дебаты, очень сильно развивали риторику, развивали формат и, может быть, менее обращали внимание на содержание. Сейчас нам очень важно не то, как дебатеры дискутируют, а то, о чем они говорят, о качестве и о темах, которые они поднимают. Потому что нам будет очень обидно, если мы развиваем программу дебатов, и молодой человек тут же может говорить о пытках в тюрьме, за и тут же может говорить против буквально через раунд. Нам очень хочется, чтобы посредством дебата ребята выражали свое личное мнение и несли ценности принципа открытого общества именно вот этим инструментом. То есть, видите, подход не от формы дебата, а от содержания дебата. Проекты так или иначе поддерживаются. То есть, если, например, дебаты в классическом виде сейчас пошли на село, вот в рамках нескольких проектов, то уже с такими более опытными дебатерами, с дебатерами на уровне города и так далее, мы надеемся запустить что-то, что будет отходить от содержания. Здесь мы не можем диктовать, вообще в правилах молодежной программы фонда Сорос Казахстан вообще нет такого диктовать свои темы, форматы, идей. Мы открыты предложением. И если какая-то инициативная группа появится, у нее будет интересная идея, то, конечно, будет очень интересно посмотреть этот проект. Вообще, в принципе, у нас правила такое, мы не диктуем ни тематики, да, и мы просто задаем форму, да. И, может быть, поэтому мы им привлекательны, и на каждый конкурс набираем от 100 заявок и больше, потому что ребята чувствуют, что это возможность для развития, для самовыражения. А этого у нас в стране очень мало, к сожалению, путей для самовыражения. Короче, предлагайте свои идеи. Да, предлагайте свои идеи, да.